Спасибо. Может, в жизни каждой девушке нужен пикапер? С ними же веселее и будешь что-то другом рассказать. Ну, есть такое бытует мнение, что у пикапера настолько яркие ребята, которые обрезаются в память, как говорила Куко Шанель. Но я скажу, что в мире очень много парней классных, которые тоже обрезаются в память и без всякого пикапа. За счет своих поступков, за счет своего отношения, заботы, поддержки, уважения. И для меня это намного ценнее. Отношения с пикапером – это мимолетный роман. Вы против них? Я не поняла, против них, против отношений или против мимолетных романов. Знаете, я за то, чтобы человек понимал, что он идет и что ему в этом комфортно. То есть, если сейчас такой период, когда хочется просто адреналина и кайфа, и поменять партнеров, или партнерш, вперед. Ну, будь честен с этими людьми, которые встречаются на твоем пути. Да, там, сразу поднимай лапки, говорит, ты знаешь, я серьезных отношений сейчас не ищу. Поэтому давай или туда, или сюда. Вот. Готова, не готова. Вот я за честность. Я люблю честность, и мне это нравится. Кроме того, я в одной статье даже рекомендовала пойти как по рукам, как способ освобождения от великой любви. Анна, на чем вы еще работаете? Ой, это такой, знаете, сложный вопрос. Я стараюсь не говорить о каких-то проектах, пока они не вышли в свет. И сейчас очень много разной деятельности происходит. И много процессов запущено, технических, юридических, всевозможных. Поэтому следите за страницей, и все это будет происходить. Я скажу, что я очень четко иду к своей цели. Слава Богу, она приближается очень семимильными шагами достижения того результата, который я хотела получить. И по поводу выпуска книги во всем мире, и по поводу фильма, и по поводу запуска медийных проектов. И там радиовещания и многих других. То есть все отлично. Новостей будет много. И поверьте мне, «Жить жизнь» станет тем проектом, которым Украина будет очень гордиться. Не в глобальном украинском масштабе, а вообще в глобальном масштабе. Анна, расскажите о вашей личной жизни. Я не могу об этом говорить в настоящий момент. До выхода третьей книги. Поэтому, к сожалению, хорошая новость в том, что по плану вы получите третью книгу в 2017 году, примерно весной. После этого как бы все секреты моей частной жизни будут открыты. Спасибо. Ваша героиня Анна, будет ли она счастлива смотреть? Как бы хотелось хорошего завершения этой истории? Искренне хочется ей счастья. Я скажу, что, конечно, героиня будет очень счастлива. И, конечно, она будет счастлива по-настоящему. И будет ли счастлив Матвей во всем этом, тоже другой вопрос. Но я думаю, что второй роман, и особенно третий, станет очень неожиданным для вас. Я, к сожалению, не могу по многим причинам раскрывать секреты того, что будет дальше в сюжете происходить. Но, как сказали независимые эксперты, которые прочитали все три книги, что обычно как первая книга сильнее, чем вторая и третья. Так вот, независимые эксперты утверждают, что «Жить жизнь» — это та трилогия, которая нарастает, держит читателя на эти полторы тысячи страниц дальше, дальше и дальше. То есть не уходя в какой-то бредняк, а создавая совершенно другую, новую картину мира через осознание себя и так далее. Поэтому я очень верю, что у каждой из вас еще больше проникнется истории Анны, Матвея, других героев романа, и полюбят их еще сильнее. Анна, спасибо вам за помощь и консультации. 90 дней вы были со мной, 6 лет отношений с манипулятором, из них 3 последнего года просто ада. В моей жизни больше нет этого человека, я восстановилась как после тяжелейшей болезни. Как вам это удалось? Да, так и знала, что Ирина. Есть, да, я поняла, что это за история. Вообще, я хочу сказать, что та одна из женщин, которая была у меня на консультации, и очень такая у нее сложная история, но то, как она сегодня счастлива, меня очень-очень радует. Она, в чем и был ее талант, в том, что она просто записала, что ей нужно сделать, и сделала по пунктам. То есть обычно люди сопротивляются их страхи, держат их и не дают возможности сделать. Она очень по пунктам выполнила, и сегодня, можно сказать, что это один из самых ярких результатов вообще на консультации. Чем старше женщина, тем сложнее ей вылезти из этого ада. Хотя, как по мне, должно было бы быть наоборот. Да, то есть когда тебе 20, ты можешь 5-6 лет своей жизни потратить на, там, а изменится ли он. А когда там тебе 42, и как бы 6 лет ты уже протерпел, и еще одна 10 лет, ну как-то жалко своей жизни. Но, к сожалению, как правило, все иначе. Поэтому, милая женщина, разбирайтесь в себе, и помните о том, что, если вы не можете... Вопрос не в том, почему он пришел в вашу жизнь, и как он вами манипулировал. Вопрос в том, зачем вы это терпите. Уберите этот фактор, который заставляет вас это терпеть, и вы посмотрите на эту ситуацию совершенно иначе. Приходите на мастер-классы, получайте эту информацию и меняйте свою жизнь. Почему вы решили поднять такую тему, как пикап? Вы сами с вами не лежат за пикапом? Вот сразу видно, что читатель не читал «Жить жизнь». Рекомендую вам почитать все-таки роман Анны Богинской «Жить жизнь». Я вообще подняла пикап как форму профессиональной манипуляции. Потому что вообще тема манипуляции для меня в целом очень болезненна. Потому что я считаю, что когда мы манипулируем кем-то, мы нарушаем его свободу выбора. И я не хочу сейчас вдаваться в какие-то там свои взгляды на мир или жизнь, но я глубоко убеждена, что каждому человеку дана свобода выбора при рождении. И мне бы очень хотелось, чтобы люди поняли это и стали отличать, когда на их свободу выбора кто-то пытается влиять. Манипуляция – это одна из самых жутких форм подавления личности. Потому что человек все время, находясь сейчас в чувстве вины, думает, что он хочет это делать. А он на самом деле не хочет это делать, то, что с ним делают. Поэтому да, почитайте «Жить жизнь» обязательно. Вы получите ответы на многие вопросы. Не могу сказать, что я была жертвой. Я скорее была наблюдающей в отношениях с пикапером, потому что в моем случае было несколько в жизни. Одни очень короткие отношения, вторые. Я могу сказать, что несложно назвать себя жертвой. Скорее меня можно назвать человеком, который наблюдал за этим поведением, для того, чтобы убедиться, понять психологию, для того, чтобы появилась эта трилогия, для того, чтобы родился проект «Пикап противоядие». Потому что, наверное, у каждого из нас есть какая-то определенная миссия. Мое убеждение – это научить женщин и мужчин отличать важное от неважного, манипулятора от самодостаточного человека. Вот такая пара, нужно ответить на этот вопрос. Смотрела ваше фото. Раньше вы были с длинными и красивыми волосами. Что облудило вас как кардинально измениться? Почему короткая стрижка? Я не знаю. Раньше это, наверное, фото десятилетней давности. Я хожу с короткой стрижкой с 15 лет. Периодически я отращиваю волосы, но мне нравится быть со стрижкой. Где найти идеального мужчину? Почему я до сих пор его не встретила? Объясню. Найти сложно, потому что идеальные мужчины реагируют на определенные вибрации, на женщин без страхов. А ваши комплексы и страхи отталкивают таких мужчин. Уберите страхи, уберите комплексы, и эти мужчины начнут обращать на вас внимание. Спасибо. Вообще в мире очень много классных, самодостаточных, ярких мужчин. То есть я раньше, вот там еще несколько лет назад, задавала такой же вопрос, как эта девушка. Сегодня я глубоко убеждена, что все ответы в нас. Когда твои страхи ушли, когда ты начал четко понимать, кто ты, куда ты идешь, кем ты являешься, какой ты результат хочешь получить, и сейчас не только о бизнесе, и об отношениях тоже, потому что отношения – это тоже процесс. То в этот момент такие люди начинают приходить в твою жизнь. Поэтому все в наших руках. Анна, буду рада и посвятить вживую. В нашем городе вашу книгу не найти. Где и как ее можно приобрести? annaboginskaya.com Сайт у нас работает очень эффективная система доставки, и вы можете в течение суток получить книгу в дом в любой точке Украины. Кроме того, по очень хорошей цене. На многих более лояльная, чем в любительный статус. Потому что иногда я вижу, что жизнь-жизнь продают в два раза дороже, чем на сайте. Я не понимаю, как покупатель этого не видит. 21 век. Зайдите в Google, наберите цену и получите по минимальной цене с хорошим сервисом. Прочитала книгу месяц назад. Вы вскрыли мою боль. Можно ли попасть к вам на консультацию? Да, я провожу консультации. На сайте есть кнопка записаться на консультацию. annaboginskaya.com, еще раз повторю. Но я их провожу достаточно мало. Поэтому вы опишите ситуацию. В среднем я провожу 5 консультаций в месяц. У нас расписаны консультации на несколько месяцев вперед. И напишите, опишите вашу ситуацию, если вы в этом действительно нуждаетесь. Возможно, я как-то смогу сдвинуть графики. Но в целом, вот такая ситуация. Для того, чтобы попасть через месяц, уже нужно записываться сейчас. Вопрос от мужчины. За что вы себя любите? Знаете, я такие вопросы, на них сложно отвечать. Это не первый раз в моей жизни. Я люблю себя просто за то, что я есть. За то, что я душу. За то, что я люблю этот мир. За то, что я понимаю ценность этого мира и людей в этом мире. За синее небо. За ощущение себя. За восприятие мира. За то, что мне там хватило сил. Понять или посмотреть на свою жизнь иначе, больше, чем другие. Возможно, наверное, все дело в том, что я нахожусь в состоянии вот этой целостности. Когда мои чувства, мысли, действия совпадают. То есть я не считаю, что человека нужно любить за что-то. Человека нужно любить просто за то, что он есть. За то, что он такой, какой он есть. Потому что я убеждена, что каждый из нас – это идеальное творение Бога для себя. Бога. 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 Продолжение следует...